Здравствуйте, уважаемые коллеги! С вами Евгений. Продолжаем изучать мастеркам. И сегодня, ваше внимание, я предлагаю такой урок по обработке 3D-модели. Знаю, что многим нравится обработка 3D-моделей сложных форм, пресс-форму, пуансоны, либо какие-то другие такие изделия, которые требуют дополнительных знаний, умений и всего с этим связанных. И сегодня мы сделаем, наверное, не шаг вперед, а шаг назад. И поговорим о 3D-стратегиях, которые были актуальны какое-то время назад, до ВСО. Это, например, кто помнит и работал мастерками, начиная, допустим, X, вот там были такие вот стратегии. Сейчас, если мы с вами посмотрим, то в разделе Toolpath есть вот эти 3D, и они в основном заточены на высокоскоростную обработку. Но были и стратегии, они назывались Surface Finish, чистовые и поверхностные. И вот сегодня мы их вспомним, точнее вспомним одну из них. И это будет 3D-контур. Значит, нажимаем вот в этом вот окне, в менеджере операций, правую кнопку мышки, появляется меню, mill. И вот здесь вот обратите внимание, есть Surface Rough, черновые, Surface Finish, чистовые. И вот есть вот эти вот High Speed Toolpath. Это новые. Сегодня мы с вами рассмотрим вот этот вот Surface Finish и Contour. Появляется меню, в котором нам предлагается выбрать то, что мы будем с вами обрабатывать. На вот этой вот вкладке наверху я переключаюсь на все тело и выбираю его. Небольшая отсылка. Если у вас какая-то очень сложная модель, но надо обработать в этой модели только определенные какие-то участки, можно пользоваться вот этой вот Face Selection. Это значит, вы выбираете только те участки, которые вам надо. Но в данный момент у нас твердотельная модель. Никаких сложностей с ее обработки не должно возникать. И мы ее выбираем целиком. Один плюс в пользу выбора всей геометрии в том, что вы сможете увидеть какие-то столкновения. Потому что мастеркам будет отслеживать вашу модель целиком. Но это так. К сведениям. Нажимаем End Selection. Появляется окно, где мы в первом вкладке видим Drive. Это все то, что мы выбрали. Дальше чековые поверхности. Это те поверхности, на которые можно задать припуск и которые не будут участвовать в обработке. Это значит, если, допустим, мы хотим, чтобы инструмент не ударился в эту плоскость, например, поверхность, то можем его сделать как чек. Ну, как говорится, исключить его из обработки. Что я хочу сделать? Я хочу задать ограничение. Вот этот верхний контур, который у нас будет ограничивать инструмент. То есть, инструмент не должен будет выходить за него. Это очень, скажем так, очень важно, если вы выбираете обработку, например, кармана. Если вы не выберете ограничение, то, скорее всего, 99%, что операция провалится. Подтверждаем. Здесь видим такое простенькое окошечко, что можно выбрать инструмент. Обратите внимание на то, что при выборе инструмента, это нам уже всем известное окошко, здесь проводятся расчеты, но здесь нет такой вкладки, как Holder. Здесь нет патрона. Если вы хотите, чтобы патрон у вас был, вам надо создать операцию какую-то впереди его, этой траектории, surface, да, там чистовой поверхностной, либо черновой поверхностной, чтобы этот патрон активизировать. У меня патрон будет, потому что у меня впереди была создана операция контурная, обычная 2D, которую при выводе в постпроцессор не будет видно. Дальше назначаем режимы резания, что здесь хорошо, здесь поддерживание, есть такая поддержка, как что вы вводите величину съема на зуб и скорость резания, и мастеркам ее считают автоматически. До какой-то версии здесь не было такой-то опции. Дальше можно сделать, добавить SOS. В этой же вкладке пишем, например, Contour, чтобы можно было ее потом распознать. Следующий параметр – это подвод-отвод инструмента. В принципе, нам тоже это все знакомо. Единственное, здесь вот есть такие два окошка, в которых мы вводим припуск под обработку, и здесь можно вводить припуск на чековую поверхность. Это та поверхность, которая у вас бывает исключена из обработки. Бывает такой момент, если вы выбираете поверхность, которую не желаете обрабатывать, но на нее не введен припуск, вы получаете предупреждение, что мастеркам уведомляют вас о том, что припуска нет, поэтому поверхность может быть каким-то образом задействована в обработке, либо в расчете этой операции. Поэтому, если вы делаете, то ставьте здесь тоже минимальный припуск, но ставьте. Куда более интересна вот эта вкладка, это Tool Containment, это именно то, что мы с вами выбирали вот это вот ограничение. Относительно этого ограничения можно сместить вовнутрь, сделать по центру, либо сместить наружу. Смещая это, можно даже вводить какое-то значение, на которое вы хотите сместить это. В данном случае мы выберем центр, потому что мы будем идти вниз. Здесь у нас есть скругление, радиус, поэтому мы хотим, чтобы он обрабатывался сразу. Здесь параметры подвода, отвода, как бы все показано. Откуда начинается резание, как подходит инструмент и так далее. Куда более интересная и занимательная, это вот именно параметры операции чистовой поверхностной контурной. Значит, могу сразу вам сказать, что здесь также присутствует вот этот вот элемент расчета фильтра дуг и точности. О нем мы будем говорить чуть-чуть позже. Хочу сказать, что данная операция может занимать большое количество времени расчета, потому что у нее стоит другой какой-то там алгоритм расчета. Если в новых ВСО есть, ну, как бы там такая вкладка, где можно посмотреть, как генерируется данная операция, и я потом покажу, как она делается, то здесь такого нет. Поэтому давайте пока просто нажмем на ОК и посмотрим результат. Вот такой вот результат получается. Сразу говорим про ту операцию, да, там, что есть в новых стратегиях, мульти-фрединг, да, там, где показывается, как вот эти операции генерируются. Здесь, к сожалению, такого нету в старых этих операциях, поэтому возможно придется долго ждать. Но все равно стратегия хорошая и имеет смысл ее тоже изучать и применять в своей работе. Заходим в параметры и начинаем изучать это. Я считаю, что надо обязательно ставить вот это OptimizeCutOder. Это оптимизированный метод проходов, получается, наверное. Как бы соглашаемся. Значит, дальше здесь это шаг по глубине. Сейчас видите, что он довольно большой. Так как это чистовая операция, чем меньше шаг, тем лучше поверхность, но и тем дольше будет расчет вашей операции. Значит, что еще можно сказать по этому поводу? Я, наверное, здесь поставлю всего 0,5 и будем работать с этим числом. Что еще, например, здесь так важно нам посмотреть? Это перемещение. Поставим, наверное, на Flow Surface. То, что было, ну, как бы, близко к поверхности, можем так сказать, да, так сглаживало все. Но здесь надо вот этими параметрами смотреть, что подходит под ваш элемент. Потому что, если вы, допустим, здесь ставите High Speed, то здесь можно активизировать вот это вот. Подвод-отвод. Да, там какой-то. Если выбираете Flow Surface, то вот некоторые у вас отключаются. Да, вот эти вот параметры. Давайте для данного момента выберем Flow Surface и дальше посмотрим. Выбираем, например, вот эту вот Setup Depth. Выбираем абсолютно. Это значит, откуда и докуда будет обрабатываться ваш, скажем так, ваша модель. Например, допустим, если вы ставите от 0 до минус 10. Сделаем так. И пересчитываете то. Обработка вот идет совсем ничего. От 0 до 10. Но, кстати, вот мы поменяли на 0,5 и видите, как сразу изменилась траектория. Стали вот эти проходы ближе и траектория лучше стала. Да, также здесь нельзя будет выбирать, как будет спускаться инструмент. Если в других траекториях мы видим, что он может выбирать, как будет спускаться вниз по какому-то определенному углу, либо еще как-то, то здесь, к сожалению, этого тоже выбрать нельзя. Поэтому давайте заходим здесь и выбираем... Выбираем... Ставим так... Select Depth. То, что мы... Минимум Point вот это выбираем. И максимум вот это. Еще надо нажать, допустим. Давайте так просто. Здесь Select Depth. Это вы выбираете сами. Если нажимаете здесь... Давайте, наверное, сейчас вообще выйду и покажу. Точнее, вернемся к тому, да, то, что к первоначальному варианту здесь все пусто. Ну, минус 10. Заходим. Выбираем Cut Dead. Здесь выбираем... Detect Flats. Мастеркам нам скидывает все заново. Но здесь мы видим, что вот на минус 30 какой-то глубине есть плоский участок. Да, и его надо будет обрабатывать. Давайте здесь пока выберем здесь через Z. И... Да, вот, допустим, мастеркам автоматически отображает, что самая нижняя точка, которая требует обработки, будет минус 40. Если посмотреть вот эту точку, то она как раз вот получается минус 30, плоская поверхность, и ее тоже надо будет обработать. Возвращаем на минус 40. И смотрим, что получается. Как видите, процесс уже идет дольше. И вот здесь вот в этом нижнем левом углу производился расчет. Красиво, красиво выглядит, но можно пойти дальше и немножко сделать данную операцию куда более эффективной. Ну, затратить более ресурсов, конечно. Выбираем здесь Flats. Это плоские участки. Здесь ставим 3D 0.5. Это... Посмотрим, как будут обрабатываться плоские участки. Ну, как бы, Flats, да, там. И здесь пока ничего давайте не меняем. Нажимаем расчет. Вот здесь вот идет расчет, получается. И мы видим, что вот уже обрабатывается плоский вот этот верхний участок. Дополняются вот эти вот переходы инструмента. Но мы хотим все-таки, как бы, обработать и низ. Вот этот вот. Это тоже реально сделать. Здесь ставите, чтобы фреза шла немножко ниже. Опять делаем пересчет. Вот. И вот мы получаем уже обработку нашего дна. Красиво-красиво. Но если мы сейчас с вами сделаем верификацию 3D-тела, как говорится, что у нас была сделана перед этим черновая операция. Но я черновую операцию не делал. Я сделал через Stock Setup. И вот сейчас мы начинаем смотреть, как будет проходить обработка. Первый у нас, как бы, идет пустой проход. И вот начинается обработка. Ускорим. 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 Продолжение следует... Вот конечный результат. Вроде бы все красиво, но... Если сейчас сделать сравнение с оригинальной 3D-моделью... Посмотреть, где остается какой припуск, то мы увидим следующую ситуацию. Вот идет сравнение. Да, здесь все осталось хорошо. Но, единственное, бывает такой вот момент, что... Так, продолжаем. Дальше давайте еще попробуем немножко оптимизировать вот эти вот Cut Depth. И здесь поставим еще вот такую галочку, что автоматически распознавать во время процесса вот эти плоские участки. Хуже от этого не будет, несмотря на то, что как бы мастеркам хорошо все распознал, но давайте... Потому что в подготовке записи этого видео, до того, как я тренировался на этой модели, не поставив здесь галочку, у меня почему-то никогда не обрабатывалось дно. На верификации как бы все проходило, а потом при 3D-верификации почему-то показывал, что дно не обработано до конца. И здесь тоже можно сделать, что вот этот вот первый проход будет на той глубине, на которой мы позволяем инструменту опускаться вниз. Да, на минус 0.5. Пересчитаем. Здесь вот видите, проходит процесс. Следующая, которую вкладку мы с вами рассмотрим, это будет вот этот вот Helix. Он нужен для того, чтобы до того, как инструмент будет вот здесь отойти по прямой, он у нас сделал небольшое движение по спирали и начал обработку. Ну, с вами у нас инструмент стоит 10-ая фреза, поэтому давайте Helix поставим 4.5, высоту, например, 3, и угол врезания зависит, конечно, от вашего инструмента, но я поставлю единицу. Также очень важно, как он будет это совершать на какой подаче? На feed rate, либо на plunger rate. Это именно на подаче резания, либо на подаче, которая вот только при вхождении в материал, да? Чтобы вы тоже это знали. Я ставлю, скорее всего, надо на feed rate, и направление по часовой стрелке. Ну, и точность, если это у вас часовая, то чем меньше, тем лучше. Подтверждаем. И что мы можем сделать пока из этих настроек? Ну, и, наверное, пока давайте нажмем ОК. Нажимаем. Процесс расчета потребует опять дополнительного времени. И вот мы с вами видим, вот эти вот, появляются Helix, спирали. Теперь можно попробовать оптимизировать вот эти вот линии перехода инструмента. Это можно сделать во вкладке Gap Settings. И вот здесь вот у нас сейчас стоит, если мы переключимся, of tool diameter, да, там вот этот вот, retract, вот-вот. Сто процентов, ну, сто процентов это рекомендуется вводить. Это число, которое, как бы, константа. И от него, допустим, 500, например, сделать. Давайте 500. Можно посмотреть, что произойдет. Количество вот этих вот отводов должно существенно измениться. Но сильно играть этим числом, конечно, не стоит. Так как могут возникнуть какие-нибудь другие проблемы. Поэтому рекомендуется оставлять там 100. Но вот, как видите, этих подводов стало меньше. Конечно, нельзя вводить там тысячи, миллион или сколько-то. Но вот, как бы, в литературе, по-моему, в которой там когда-то можно было где-то найти и почитать, было 300 максимально, 300-500. Хорошо. И еще такой момент, который можно рассмотреть. Это, ну, здесь, конечно, это понятно, в каком направлении будет производиться резание. В одно направление, либо зигзагом. Зигзаг будет начинаться с этой точки. В одну сторону он пройдет до сюда, и потом пойдет в другую. Экономится время, но для инструмента это хуже. И давайте теперь непосредственно поговорим о фильтрах дуг. На чистовой операции, чем меньше вы здесь ставите, тем лучше. Я сейчас поставлю 0.1, потому что, если поставить какой-то, я ставил сотку, и довольно долго компьютер это все пересчитывал. Просто для примера. Конечно, надо активизировать вот это, Line Arc Filter Settings. Здесь можете поставить, чтобы мастеркам пытался расписать эти дуги во всех плоскостях. И если это у вас конечная операция чистовая, то можно еще сделать вот это, Smooth Thedding. И здесь обязательно ставьте Output 3D Arc Entry Motions. Это вот эти вот хеликсы, да? И здесь рекомендуется вводить так. 60%, 20% и 20%. Нажимаем ОК и подтверждаем. Здесь у нас 0.5, здесь у нас 0.5. Ну и давайте перерасчет делаем. С виду как бы сильно ничего не поменялось, но, поверьте, это того стоило. Переходим теперь в 3D. Верификацию. Давайте включим отображение самой операции. Сделаем помедленней. Точность побольше. Можно отключить вот этот вот варфрейм. И начинаем. Вот это вот движение по дуге. И начинаем обработку. Кстати, обратите внимание, что инструмент вместе с патроном. Если патрон не дефинируйте изначально, то будет по умолчанию. Постепенно идет обработка вниз. До минус 30, и потом будет смена немножко другого участка обработки. Продолжение следует... И делаем верификацию. Конечно, вот эти переходы надо сделать более гладким шагом и, возможно, даже поменять инструмент. Компьютеру требуется больше времени. Ну и результат. Видите, везде все зелененькое, все хорошо сделано в размер. Не знаю, о чем я говорил, да, вот эти вот поверхность. Надо делать, конечно, с меньшим шагом, точнее, с меньшим шагом делать у нас, потому что стоит 0.5. Это, в принципе, многовато. Вот, и таким вот образом. Но, вдогонку, хочу еще вам показать одну операцию, что данную деталь можно обработать и с помощью другой функции. О ней, возможно, мы когда-нибудь поговорим потом. Это операция Blend. Значит, здесь выбираем все тело. Через вот этот момент Blend нам надо выбрать вот этот большой контур и надо выбрать точку. Вот эту вот. Выбираем ту же самую фрезу. Пишем название. Делаем те же параметры, что у нас нужен в SOS. Такие же все подводы-отводы. И здесь мы видим, что требуется куда менее настроек, которые надо сделать. Значит, сколько мы позволяем фрезе идти вниз. Метод OneWay. Здесь все выбираем Long и 3D. Graph Settings мы сделаем здесь Optimize Cut Order. Здесь ставим те же самые 500. Ну, либо... Ну ладно, давайте 500 вот обставим. И... Detect Limit здесь как бы ставить нам не надо. Это потому, что минимально и максимально. Здесь как бы все автоматически у нас определится. Нажимаем ОК. ОК. Сейчас, минутку. Так, почему-то вылетела операция. Давайте заново выберем эти Chain. И присчитаем. Ну да. Такое часто бывает почему-то, но вот сейчас все-таки результат будет у нас. Опять здесь видим процесс. Я остановлю видео и посмотрю, что будет потом в конце. Ну вот, операция пересчиталась и вот она выглядит таким чудесным образом. Всего один маленький подход и нигде не будет никаких прыганий. Сейчас посмотрим на 3D верификацию. Подписка и лyss Freel. Отлично. Усун, матчи越 quicker. Усун нет apr CavS Wid Мé, потому что Усун нет, и махар. Ну, первый проход можно было сделать, да, там вот И сейчас посмотрим тоже конечный результат Так, смотрим, что у нас теперь получилось Потребилось довольно много времени Давайте сравним с оригинальной деталью Здесь даже немножко обработалось лучше На верификации тоже должно быть сейчас тоже все зеленое Ну и вот конечный результат Все зеленое, все хорошо Нигде не осталось никаких недобработанных моментов Понимаю, что видео было долгое Из-за того, что приходилось много перестраиваться Много гонять операцию туда-сюда Но, надеюсь, вы что-то почерпнули из этого для себя полезное Операция, вы сможете теперь более эффективно работать с этими Здесь, конечно, надо было ставить больше Всякие разные подачи Тогда бы время было по-другому Но не суть Надеюсь, данный урок вам будет полезен Вы найдете силу досмотреть его до конца И спасибо за внимание Всего хорошего До новых встреч Единственное Здесь получилось такое большое число Потому что здесь Не были включены вот эти вот дуги Здесь все то же самое Как и в операции контурной Либо в какой-либо другой И желаю удачи Спасибо До свидания До свидания До свидания